В начале этого года Министерство образования и науки Российской Федерации разослало в регионы окончательно утвержденный список из ста книг по истории, культуре и литературе народов России, рекомендованных школьникам для внеклассного чтения. В список вошли произведения классиков отечественной художественной литературы, такие как «Идиот» Достоевского, «Темная аллея» Бунина, «Поединок Куприна» и многие другие. Среди рекомендованных есть и книги детской литературы «Волшебник изумрудного города», «Приключения Алисы», «Дядя Федор», «Пес и кот», «Чук и Гек». С начала нового учебного года в нашей библиотеке действует книжная выставка «Моя золотая полка». Она подготовлена по проекту 100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник школы Министерства образования и науки Российской Федерации. На выставке представлены выдающиеся произведения фольклора народов России, лучшие произведения классиков отечественной литературы. Современных авторов, историческая литература и, конечно же, детские книги. Ребят на полках выставки ждут героев произведений Николая Носова, Александра Болкова, Юрия Олеша и многих-многих других. Конечно, у каждого из нас своя золотая полка в книге, которую мы перечитываем снова и снова. Но с данным списком также ознакомиться необходимо. Стоит отметить, что список также предлагает школьникам лучшие произведения современных авторов и историческую литературу. Например, в книге Натальи Кончаловской «Наша древняя столица» в поэтической форме предстают важнейшие исторические события до Петровской эпохи и картины жизни и быта наших предков москвичей. В фонде детско-юношеской библиотеки имеются все книги из списка. Выставка «Моя золотая полка» будет действовать в читальном зале до конца года. Любой может посетить библиотеку и лично ознакомиться с рекомендованными к прочтению произведениями.